Приветствую, друзья. Хотел начать свой блог с разговора о преследовании журналистов. Но начали записывать, и пришла информация, что силовики, похоже, решили обыскать и допросить вообще всех. Сегодня, а я записываю это 9 июля с утра, обыски прошли как минимум по пяти адресам. Ребята из Открытой России, муниципальный депутат Юлия Галямина, координатор правозащиты открытки Алексей Принишников и шеф-редактор МБХ-Медиа Сергей Простаков. Формально обыск проходит по делу Юкса. Оно было открыто в 2003 году по покупке акций Апатита в далеком 1994 году. Фактически же, вот это вот все происходит потому, что эти ребята выступали и выступают под лозунгом «нет» против нелегитимного обнуления. 15 июля в 19.00 на Пушкинской запланирован митинг. Понятно, почему сейчас идут эти обыски. К слову, по делу Юкса власть должна заплатить по решению ЕСПЧ 2 миллиарда и еще 55 миллиардов по решению ГАКского арбитража. И опять же, к слову, ЕСПЧ сказал, что политическая мотивация власти не доказана, но преследование было за действием не являвшееся преступлением. Впрочем, о мотивации вот этих вот обысков вы можете судить сами. Но вернемся к разговору о журналистах. На всем постсоветском пространстве Россия является для них самым опасным местом. Основным источником опасности для журналистов в нашей стране являются представители власти. На них приходится 68% всех угроз. Таким выводом пришел фонд «Справедливость для журналистов» в своем докладе об угрозах для работников СМИ. Доклад охватывает с 2017 по 2019 годы. Но мы видим, что ситуация, если и меняется, то в худшую сторону. Только за прошедшие две недели. Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву осудили за оправдание терроризма. Журналисты Ивана Сафронова задержали по подозрению в госизмене. А на издателя Петра Верзилова заведено дело о двойном гражданстве. В квартире Сергея Простакова прошел обыск по делу ЮКОСа. А журналисты Давид Фрэнгель, Сергей Ерженков и Анастасия Ольшанских получили тяжелые травмы при исполнении профессионального долга. Это все за две недели. Почему столько случаев атак на журналистов? И почему именно сейчас? Вы когда-нибудь сталкивались с бандитами, с ракетерами? Силу разных жизненных обстоятельств мне приходилось. Бандиты постоянно проверяют границы дозволенного, пытаясь прожать на уступки. Путинская власть бандитская и действует она ровно теми же способами. Власть постоянно тестирует общество, проверяет границы допустимого. И если общество не отвечает, то власть отбирает еще какой-нибудь кусочек свободы. За 20 лет таких кусочков было много. Отобрали федерализм, отобрали выборы, отбирали массовые независимые медиа и независимый бизнес, отбирали право избирать, отбирали право быть избранным, отбирали контроль за жизнью чиновников и свободу перемещения, отбирали право на медицинскую помощь и на заслуженную пенсию, отбирали права на достойную жизнь. Впрочем, можно долго перечислять права и свободы, которых мы лишились за последние 20 лет. Но не неделю назад мы лишились, наверное, самого важного права. Права на будущее. Нам заявили, что еще 16 лет у власти будут оставаться те же люди, которые там находятся уже 20 лет. Те люди, которые и лишили нас всех этих прав. Все эти права отбирались у общества потому, что власть не встречала сопротивлений, поэтому границы дозволенного для нее постоянно расширялись, а наше пространство свобод постоянно сужалось. И сейчас власть тоже продолжает проверять общество, проверять на готовность отстаивать свои права. 1 июля на голосовании по обнулению мы оказали сопротивление, к сожалению, недостаточное для того, чтобы отбиться, но достаточное для того, чтобы это путинское мошенничество стало заметным. Путин обнулился, но истинная цена и поддержка этого обнуления стали хорошо заметны. Мы прекрасно понимаем, что сделано это было через массовые фальсификации, через принуждение бюджетников и что общество не поддерживает его пожизненное правление. Но вот сейчас идет атака на тех, через кого общество узнает такие вещи. Это, к слову, касается не только журналистов. Я вам приведу яркий пример. Шаман Габышев. В прошлом году он начал свой поход на Москву с целью изгнания демона Путина через Камлани. Возможно, это звучит смешно. Но человек в это верит. Кстати, если вы почитаете интервью замглавы Совбеза Патрушева или статьи главы Конституционного суда Зорькина, то там идеи гораздо более дикие и точно гораздо более опасные. Как бы то ни было. Преследовать за убеждение или за веру нельзя. А на шамана Габышева уже заведено дело о призывах к экстремизму. Хотя экстремизм и ненасильственный протест, включая Камлания или молитвы Богородицы, вещи по смыслу ровно противоположные. Но к уголовным делам мы уже привыкли. Александр же с мая этого года насильственно содержит в психиатрической больнице диагноз переоценка личности. Вот он ли переоценивает свою личность или куча другого народа. Науке точно неизвестно. Но точно известно, что угрозы себе и окружающим он не создавал. В отличие, например, от Пригожина или Кадырова, так мало того, что незаконно содержит заключение, и мало того, что на него уже нападал невменяемый сосед, то Габышева еще два месяца закалывают наркотой, постепенно переводя в состояние овоща. Я вот намеренно привел такой пример, касающийся неоднозначного человека. Просто если дать власти загнобить этого шамана, то с остальными получится уже гораздо проще. Ведь если отбросить слова демон и шаман, то что остается в остатке? Требование отставки Путина. Габышев требует ухода президента. Из-за этого на него заводят уголовное дело, сажают психушку, травят наркотиками. Патрушев, например, утверждает, что иностранные спецслужбы размывают российские духовно-нравственные ценности и культурно-исторические, к слову, тоже, которые формируют основу государственности. И это считается нормально. Зорькин, например, считает крепостное право главной скрепой российского государства. И ведь он еще не в психушке. Поэтому совершенно справедливо мемориал признал шамана политзаключенным. Его преследуют не за экстремизм, а за политические взгляды. И в психушку его упрятали тоже за них. Если мы, как общество, не будем вступаться за таких, кажущихся неоднозначными или странными людей, то за нас вступаться тоже будет некому. Громкие дела последнего времени, журналисты, шаманы, активисты различных организаций, ученые, это политические дела в чистом виде. Ребята из «Голоса» преследуют за разоблачение и фальсификации на выборах. Коллег из ФБК за антикоррупционные расследования. Активистов из «Открытой России» за то, что они предъявляют обществу альтернативу нынешнему устройству. Политические репрессии уже наступили. Это наша реальность. Они, может быть, еще не массовые, но уже точно не единичные. И достаточно жестокие. Светлане Прокопьеву за журналистский материал просили 6 лет тюрьмы. По статье Сафронова может выйти вообще до 20. Насте Шевченко за пост в соцсетях и участие в дебатах грозит до 6 лет. Защита этих людей в наших общих интересах, повторюсь, это власть бандиты. Если им не сопротивляться, они не остановятся. Вчера они преследовали только за, пусть и ненасильственный захват администрации президента. Сегодня они преследуют уже за одиночный пикет. Сегодня нельзя молиться за сменяемость власти. Завтра посадят за написание жалобы из-за невыплаченного пособия. Путинское 20-летие завело нас в тупик, особенно в экономике. А проблемы в экономике это вам не обнуление. Среди поправок о скрепах и духовности их не спрячешь. Голод, он штука такая, и его не почувствовать нельзя. Проблемы в экономике признают все, даже путинские министры и специалисты. Мы уже пришли к ситуации, когда на всю страну не хватает. И надо выбирать. Например, между тем, чтобы кормить близкую Москву, опасную Чечню, или таких вот далеких и пока еще трусливых всех остальных. И если сейчас не отбить людей, которых власть считает политическими противниками, то не получится отстоять права более массовые и более простые. Конечно, есть подход, что чем больше людей преследуют и сажают, тем быстрее нынешний режим придет к своему неизбежному концу. И не надо этому мешать. Так вот, я категорически не согласен с этой логикой. Мы говорим о живых людях. У них только одна жизнь. Они имеют право на защиту. И пытаться отбивать сейчас надо каждого, чего бы это ни стоило. К сожалению, время, когда можно было обойтись без жесткого политического противостояния, уже безвозвратно прошло. Всего вам хорошего.